Мы с вами начнем с таблички и рассмотрим сегодня именительный падеж множественного числа. И рассмотрим именительный падеж множественного числа формы ОНЭ, то есть не лично мужскую форму мы сегодня будем разбирать. Форма ОНЭ, напомню, это когда у нас нет ни одного мужчины. Женщины, дети, звери, животные, еда, все что угодно, когда нет ни одного мужчины. Форма ОНИ, в этой форме у нас появляется уже мужчина один или более. Эту форму мы будем рассматривать позже. И мы видим, что здесь написано Мяновник, Рувнощеберник, Влишбы Многий. То есть именительный падеж и винительный падеж во множественном числе совпадают по своим окончаниям. Давайте рассмотрим. Все прилагательные в именительном падеже в Мяновник во множественном числе, независимо от рода, мужской, женский или средний род, имеют окончание Э. В мужском и женском роде у существительных окончания совпадают. После твердых идет окончание И, после КГ идет окончание И. И видим еще третье окончание «э». Его мы используем после таких специальных польских букв и буквосочетаний. Видим буквосочетание польский с кропкой, с креской, мягкое «не» и также после «ц, л, е». В среднем роде у всех существительных идет окончание «а» во множественном числе. Например, «желёная ябка», «желёная» – прилагательное всегда окончание «э», «ябка» – существительное окончание «а». Мужской род. То сом дойжауэ помидоры, спелые помидоры. То сом печёная жемняки, печёная – прилагательное, жемняки – существительное. Смотрите, пожалуйста, на экран, показываю ладошкой, где мы берем эти окончания. То сом смачная овоция, смачная овоция, после «ц, л, е» нужно окончание «э». Примеры женского рода. То сом швеже рыбы. Швеже – прилагательное рыбы. То сом добре шлифки. Добре шлифки. То сом сводке помараньше. Сводке помараньше. После «ч» у нас идет окончание «э». И также есть еще одна табличка. Здесь у нас по родам распределены слова. Мужской род, женский род, средний род. Здесь у нас примеры прилагательных. В единственном числе и во множественном числе. Давайте прочтем. Продукт – продукты. Помидор – помидоры. Банан – бананы. То есть мы видим, что после твердых в мужском роде во множественном числе и именительных падежа нужно ставить окончание «ы». Жемняк – жемняки. После «кг» идет окончание «и». Овоц – овоция. Грош – гроши. Окончание «э» ставим после сдвоенных. После букв с креской, с кропкой. Также после «ц», «л», «е» и мягкого «на». Такое «не». В женском роде то же самое. Совпадают окончания мужского и женского рода. Цитрына – цитрыны. Малина – малины. После твердых «ы». Шливка – шливки. И после «кг». Бжосквиня – бжосквиня. Видим, что мягкое «не». Оно не всегда бывает не «н» с креской. Бывает мягкость. В букве «н» придают буква «и». Помним это. Бжосквиня. Поэтому «бжосквиня» в умножительном числе. Персик – персики. Помаранча – помаранча. Цебула – цебуле. После сдвоенных, после целой «е». Также нужно окончание «э». В среднем роде у существительных всегда окончание «а». Яйко – яйка. Воживо – вожива. Овощ – овощи. Ябко – ябко. Виногрона – виногрона. Одна виноградинка и виноград в умножительном числе. И все прилагательные, независимо от рода, имеют окончание «э». Дойжауэ банан, дойжауэ бананы. Спелый банан, спелые бананы. Желто-попрыка, желтое-попрыки. Сводки – виногрону, сводки – виногрона. Давайте пойдем к упражнениям. Чвечание – первое упражнение, номер один. Нам нужны предложенные слова в рамочке. Здесь написано в единственном числе. Нам нужно их поставить во множественное число и распределить по группам. Смотрим подсказочку, табличку. Грушка. Смотрим женский род. Значит, грушки. Банан – бананы. Помидор – помидоры. Жемняк – жемняки. Воживо. Средний род смотрим. Вожива. Мелон – мелоны. Цитрына – цитрыны. Цебула – цебуле. Окончание эпохи целое. Помаранча – помаранче. После ч двойных также идет окончание э. Шливка – шливки. Ябко – средний род ябка. Вишня. И здесь у нас мягкий нь. И мы знаем, что после мягкого нь у нас идет окончание э. Вишня. Жоткевка – жоткевки. Огурек – огурки. Салата – салаты. Капуста – капусты. Масло – средний род масло. Трускавка – трускавки. Печарка – шампиньон. Печарки. Грыб – грыбы. Прошу, прошу, гжиб. Гжибы. Тоже заговариваюсь. И все остальные слова можно будет посмотреть в презентации. Сделать можно вначале самостоятельно. После себя проверить. Мы с вами идем дальше и поговорим о цифрах. Помним, когда мы говорили о возрасте. Сколько тебе лет? Когда мы говорили о деньгах. Там гроши, гроши, злоты, злоты. Мы помним, что 2, 3, 4 циферки всегда у нас выделялись. У них было всегда отдельное окончание. И также эти цифры продолжают выделяться. И тут они потребовали себе аж даже отдельной поддержки. Поэтому запоминаем, после цифр 2, 3, 4, чисел, которые заканчивают на 2, 3, 4, кроме 12, 13, 14, мы используем множественное число именительного падежа. То есть мяновник, лиджбе, многий. После всех остальных цифр мы будем использовать родительный падеж множественного числа. Допеонеж, лиджбе, многий. Но разберемся с цифрами 2, 3, 4 в начале. Сделаем упражнение номер 2. У нас есть циферки 2, 3 или 4, конечно же. И в скобках написаны существительное и прилагательное, какая-то фраза. Нам нужно раскрыть скобочку и переделать правильное окончание к нашим фразам. Итак, ясный хлеб. Смотрим мужской род. Два, ясное, у прилагательных всегда окончание «э». Хлебы, то есть у твердых усуществительных идет окончание «ы». Два, ясное, хлебы. Чемнабука, женский род, смотрим. Значит, чтеры, чемнэ, прилагательное смотрим. Буки, после КГ идет окончание «и». Чтеры, чемнэ, буки. Швеже, масло, родзайнияки, средний род. И мы скажем два, свеже, масло, зелёный огурек. И мы скажем три, зелёные огурки. Дуже помидор, четыре, дуже помидоры. Йогурт натуральный. Здесь у нас прилагательное уже вторым номером стоит. И мы скажем два, йогурты, первым словом йогурт, существительное. Два йогурты, яки, натуральное, прилагательное. Желёное ябко, средний род. И мы скажем два, желёное ябко. Сок помаранчовый. Два соки, вначале существительное, потом прилагательное с окончанием «э». Помаранчовое, чем не пиво, так же средний род, значит, мы скажем штеры, чем не пиво. Вода минеральна и, скажем, две воды минеральны. Эхо прилагательного. Шредня цитрына и, скажем, три, шредня цитрыны. Шредня цитрыны. Червона паприка. Чи, червона паприки. Потренируйтесь дома, пожалуйста, еще раз сделать самостоятельное упражнение номер два с циферками два, три, четыре. Можете придумать какие-то свои фразы и сделать их во множественном числе также. И упражнение номер один сделайте, пожалуйста, самостоятельно и после можете проверить презентацию, которую я прикреплю под видео.